Двоих кубанских композиторов отметили дипломами на международном конкурсе «Молодая классика-2014». Один из лауреатов, 11-летний Тихон Романовский-Степанов, пишет произведения для хора, арфы и даже органа. Александр Тюкаев из первых уст узнал, как рождается новая музыка. Диезы, бемоли, триоли для юного Тихона Романовского-Степанова – это символы собственного музыкального царства. Свои 11 он уже освоил тромбон, фортепиано и балалайку. Однако своим призванием Тихон считает написание музыки. Ее он, по словам юного композитора, сначала видит и только потом слышит. Сначала беру нотную тетрадь и начинаю просто писать ноты, как мне видеться. А потом уже наигрываюсь и мне нравится, я сразу записываю, развиваю мелодию и получается пьеса. Нотную грамоту Тихон освоил даже раньше, чем алфавит. Уже в 7 лет он написал свою первую пьесу. С тех пор на концертах и конкурсах играют только собственные произведения. Их у мальчика уже полсотни. В этом году Тихон решил испытать свои силы в создании музыки для хора. Вопреки поговорке, первый блин оказался никомом. Произведение мальчика отметили специальным призом на международном конкурсе композиторов в Вологде, который прошел в рамках Всероссийского хорового фестиваля «Молодая классика-2014». Кстати, наставник Тихона, кубанский музыкант Виталий Киворков, на этом конкурсе занял призовое место. Он представил поэму для детского хора «Странник» на стихе Лермонтова. На своего юного коллегу опытный композитор обратил внимание еще при первой встрече два года назад. На Всероссийском конкурсе «Играй, танцуй и пой». Его организовал сам Киворков. Тихон сразу запомнился своим желанием прямо работать и доказать, что он лучший композитор на Кубани и в России. В прошлом году при поддержке кубанского отделения союза композиторов Тихон даже выпустил небольшой сборник пьес для балалайки с аккомпанементом. Там очень интересные гармонии, там мелодический язык, музыкальный. То есть он настолько это все интересно преподносит, говорит о его творческом восприятии, действительности. Сейчас Тихон готовится к очередному конкурсу «Играй, танцуй и пой». Состязание состоится уже в конце мая в Краснодаре. До этого времени юному композитору нужно закончить еще несколько произведений. Александр Тюкаев, Александр Брыксин, 9 канал, Новороссийск.